Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 29 апреля. Автором проекта янтарной комнаты, знаменитого шедевра искусства 18 века, считается Андреас Шлютер. Он с 1699 года занимал должность главного архитектора прусского королевского двора. Перестраивая дворец в Берлине, он решил использовать для отделки интерьера янтарь. До этого момента янтарь никогда прежде для подобных целей не применялся. Осуществлению оригинального замысла способствовала королевская коллекция янтаря. В эту коллекцию входили три богато орнаментированные янтарные рамы с зеркалами. В 1716 году Фридрих Вильгельм I в качестве дипломатического подарка преподнес янтарную комнату Петру и российский император оценил подарок. Король подарил меня изрядным презентом яхтую, которая в подздаме зело убранная, и кабинетом янтарным, о чем давно желали, писал он жене Екатерине. Янтарный кабинет упаковали и с большими предосторожностями переправили в Санкт-Петербург в 1717 году. Мозаичные янтарные паны были установлены в Нижнем зале в людских палатах в Летнем саду. Дочь Петра, Елизавета в 1743 году решила исправить кабинет и поручила это расстреле, который ввел в отделку золоченую деревянную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агаты яшмы. И к 1770 году кабинет преобразился в знаменитую янтарную комнату Екатериненского дворца в Царском селе, существенно увеличившись в размерах и роскоши. Но резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарные оформления. Комнату несколько раз реставрировали, в 1833, 1865, 1893-1897 годах, 1933-1935 годах. Серьезная реставрация намечалась на 1941 год. Но во время Великой Отечественной войны янтарную комнату в ряду других наиболее ценных экспонатов не смогли вывести в тыл из-за хрупкости деталей. Тогда ее законсервировали, отлеив бумагой, марлей ватой. Однако оккупанты вывезли ее в Кенигсберг. Похищенные янтарные паны и двери были смонтированы в одном из залов Кенигсбергского замка. Они стали лучшим украшением работавшего там музея. Когда немецкие войска отступали, комната была демонтирована и вывезена в неизвестном направлении. Поиски янтарной комнаты были начаты почти сразу после взятия Кенигсберга. Они продолжались много лет, но комната найдена не была. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.